Всем привет, родные! В воскресенье обзор на канале Покашеварим. Сегодня у нас доставка, которая называется Житница. Какие у меня ассоциации со словом Житница? Конечно, Кубань, Житница, Россия, но там немножко другая история. Там акцент сделан на осетинские пироги, на выпечку. Пиццы они тоже пытаются делать, но есть подозрение, что с пиццами будет полный пролет и еще там куча разных вкусняшек. Мы это все заказали, должны привезти. Сайт у них старый, архаичный, но тем не менее как бы работает и слава богу. Там можно было выбрать время доставки. Я выбрал время спустя час. Мне перезвонили, что сказали, не, ну это слишком. Перезвонили вину через 15, правда, сказали, мы, конечно же, к этому времени не привезем, но привезем плюс час к тому, что вы указали. Ну окей, ладно, и вот, кстати, уже они должны сейчас вот-вот подогнать. Ждем, житница, много разной еды возят по Москве. Попробуем, что готовят, ребят. За два часа привезли к 11.30, как мы договорились, но в 11.35. Сдачи не было, блин, сейчас целый геморрой был. Дима принимает заказы нашу, я просто лицом не свечу на всякий случай. Короче, в 11.30 привезли, но сдачи не было. Сдачи не было и Диме пришлось на Сбербанк онлайн переводить. Вот, а на Сбербанк онлайн Диме пришлось переводить еще, потому что и чеков нам никаких не дали, просто товарная накладная. Вот, чеков нет. Ну, каждый сам решает, как работать, там легально-нелегально, часть заказов с чеками, часть нет. Это уже пусть сам я не налоговая, мне чё, да, я не лезу. Так, это у нас пирожные макаронс и вот это все. Давай посмотрим, что по температуре. Пицца 4 сыра, тесто, да, бомбическое, конечно. 52 градуса, в принципе, еще довольно теплая пицца приехала. Здесь, судя по всему, хинкали, и они тоже, в принципе, горячие, то есть по температуре. Да, здесь хинкалечки, уже вот сейчас покажу, в каком виде. 59 градусов, вот, посмотри, уже хинкали, а одна треснула. Видишь, да, хинкали натреснула, сок вытек, там все вот это вот булькает. Ну, такое, короче. Приезжали нам хинкали в гораздо лучшем виде. Вот, ну и пироги примерно такой же температуры, как пицца. В принципе, нету каких-то серьезных нареканий. Лазанья. Лазанья. 39 градусов. Лазанья уже подостыла. Причем, вот эти вот формы, вот эти вот формы, они не приспособлены для того, чтобы возить здесь горячие блюда. Вот здесь еще какой-то волос прилип, смотри, он начинается прям. Вот такой прям черный волос. Вот, Дим, сфокусируйся. Кто-то черноволосый запаковывал. Но это не на еде, а на самой коробке прилипло каким-то образом. Я вот не знаю, как вам показать, но вот такое ощущение, что вот эта коробка, она уже использовалась, а потом мылась. Видите, здесь такие прям подтеки, ну, пятна от воды, как будто бы ее мыли. Я лишь предполагаю, но ощущение второй свежести этой коробки. Я заказал какой-то фирменный напиток, вроде бы он алкогольный, судя по всему. 14 градусов, он холодный, приятный такой прохлады. Объемная доля спирта 1,2%. То есть это что-то такое типа кваса. Если б море было пивом, я б дельфином стал красивым. Если б море было водкой, стал бы я подводной лодкой. И круглосуточная доставка, кстати, осетинские пироги, домашняя выпечка, десерты, кулинария, салаты, напитки. Так странно, они почему-то время заказа в 9.50 написали, хотя я им оформил заказ в 9.38. Ну вот, видимо, они перезвонили через как раз 12 минут. А, печенье в подарок, кстати. Мне печенье в подарок дали. Их какие-то фирменные печеньки. Не было десертов, я еще корзиночки заказал, их не оказалось. Вот, поэтому они мне сделали подарок. Точнее, подарок сделали не поэтому, а потому что я заказал на 3 тысячи с фигом рублей. Все, начинаем. Давай начнем с пиццы, раз уж мы ее открыли. Пицца 4 сыра, все знают, что пицца 4 сыра для меня это пицца основополагающая. Если она вкусная, значит все остальные пиццы тоже скорее всего вкусные. Пицца 4 сыра 33 сантиметра стоит 490 рублей. Граммов нету. Мы будем взвешивать пиццу, учитывая, что нет граммов? Конечно, будем. У нас же обзор, у нас мы же не просто так пришли пожрать, правильно? А обзор мы должны выяснить, сколько весит пицца, которая стоит 500 рублей. Оба. Так, 0 граммов. Давай. Ну, я вангую, что 600 граммов. 765 за 500 рублей. Пирожковое тесто, это видно по бортам, нет ничего такого интересного в этом тесте. Плюс еще, ай-яй-яй, пергамент прилипает. А почему? А, ну так вот сложилось. Тем не менее, смотри, я не могу сказать, что мне эта пицца не нравится в плане начинки. Здесь довольно, довольно бодренько наложено сыра, и выглядит она, в принципе, симпатично, жирненько, так вот, как и должна выглядеть пицца 4 сыра. Но тесто не допечено. Видно, что здесь есть слой пропеченного теста, он где-то несколько миллиметров, и дальше идет сырое тесто. Прям запах бабушкиных пирожков от теста. Прикольно. Ну, они, видимо, то же самое тесто используют, что и в осетинских пирогах. По начинке вообще не могу ничего плохого сказать, то есть они довольно гармонично сделали. Несмотря на то, что тесто, оно действительно посредственное, но здесь, в принципе, сочетание сыров нормальное. Чеддер, чувствуется какой-то вот пармезанчик такой, ну, как бы а-ля пармезанчик, не совсем настоящий. Тем не менее, какой-то вкус такой сырный есть. Здесь, естественно, дорблю, пусть не горгонзола, но дорблю, это зашибись в этой пицце. То есть, по большому счету, наверное, мне понравилась начинка. Вот борта, в отличие от хороших пиццерий, я бы есть не стал, они здесь невкусные. Вот вкусное тесто, это то, которое хочется доесть, здесь нет. Абсолютно обычное тесто для пирожков. Но право на существование такая пицца имеет. Она не жлобская, здесь положено всего довольно неплохо, и сочетание сыров довольно гармоничное. То есть, я бы не стал прям дизлайк этой пиццы ставить, но не лучшая в моей жизни, как факт. Давай сразу, чтобы далеко не отходить и от коробок избавить уже. Вау, 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 вау. Вот как они так вот? Что случилось, что они так и привезли, а? Она съехала. Это, как это, Космик на минималках. Помните, Космик и Менза на минималках. Когда Менза мне вертикально пиццу привезли, которую вся съехала. Ну, как так-то вообще? И Космик так же. Вот так вот пиццу привозит Космик. Ну, то есть, это типа норм. Знакомьтесь, да? Вот эта фирменная пицца, Космик. Здесь все-таки не совсем пицца пострадала, но пострадала. Эта пицца называется Фунги Порчини. Сметана, белые грибы, шпинат. Сметана, белые грибы, боже мой, шпинат. Это все звучит по умолчанию вкусно. Мне нравится, как это звучит. В принципе, как выглядит, мне тоже нравится, потому что, ну, потому что нормально выглядит. То есть, это, опять-таки, ладно, тесто, все, смирились с тем, что здесь я в пицце не увижу тесто, которое я люблю. Но выглядит это, в принципе, неплохо. Сейчас мы взвесим. Опять-таки, сколько она весить должна, я не знаю, но она весит потяжелее, чем предыдущая даже пицца. А, нет, столько же, 752 грамма. Видишь, они кладут стандартно. Здесь, действительно, белые грибы, прям видно их, смотри. Ну, ни много, ни мало, как бы, но они есть. Запах грибной я тоже чувствую, когда открыл эту пиццу. Вот она такая, пропеченная на этот раз. Тут, кстати, замечаний к тесту вообще нет. То есть, вот она почему-то пропеклась. Не знаю, как это с предыдущей историей коррелируется. Но тут все окей. Наложены, опять-таки, не жлобские, бортик не очень большой. То есть, этот кусочек пиццы, он довольно такой вот, видно, да, он эластичный и начиненный. Хочется попробовать? Хочется. Ну, скажи, вот знаешь, в чем? В принципе, идея прикольная. На самом деле, пицца довольно, пицца довольно любопытная. И вполне тоже имеет право на существование. Единственное, что моцарелла, которую они кладут в пиццу, она пресная. То есть, это такая вот моцарелла, которая, как объяснить, короче, ну, для хорики продают большие такие. Короче, пресная моцарелла, и для того, чтобы какой-то вот солености добавить, знаешь, какой-то вот ферментированного вкуса. Моцарелла хороший сыр, но он хороший в плане того, что он там тянется. Не в этом случае, а в принципе, должен так тянуться, когда свежак. Но он пресный, он практически безвкусный, у него очень легкий вкус. И когда вот в пицце хочется, конечно, чувствовать сырный вкус, для этого в идеале мешать просто. То есть, мешать моцареллу с каким-то другим сыром, и будет зашибись. С российским перемешал, и все, будет вкусно. Вот. Здесь есть грибной вкус, здесь есть сочный шпинат, здесь есть довольно много жирной моцареллы. Но нет сырного вкуса, вот его не хватает в этой пицце, и солености определенной. Тем не менее, тоже, опять-таки, нежлобский вариант. То есть, я не могу сказать, что меня здесь кто-то обдурил. 33 сантиметра за 450 рублей с белыми грибами, почему бы нет. Ладненько, чего у нас следом? Лазанья. Лазанья 220 граммов, 310 рублей стоит лазанья. 220 граммов. 301 грамм, все хорошо. Хорошо, вилочек, салфеточек, ложечек. Мне не положили. Товарищи житница. Житница это не только еда, это не только источник жизни, как бы. Это еще и хороший сервис, по идее, должен быть. Но не в вашем, видимо, случае. Поэтому, Дим, дай вилку, пожалуйста. Тебе просто гораздо проще. А вот я дотянусь. А, спасибо. Лазаньюшку. Ну, смотри, во-первых, ну, листы лазанья пропечены. То есть, они успели свариться за то время, пока они тут находились в готовке. Так, фарш, томатный соус. Ну, обычный, то есть, очевидно, этот соус готовят не они, а типа вот как Пичагин. Там, знаешь, большие баклажки привозят пицца соуса для многих пиццерий. Вот он же использован. Чувствуется такой стандартный запах кислых помидоров. Лазанья как лазанья. Банальная, с фаршиком. Попробуем по вкусу. Фарш, в принципе, мягкий. Листы проваренные. Но вот даже по ощущениям здесь нет соуса бешамель. Ну, либо он есть, но он каким-то образом куда-то вообще делся. То есть, она как будто бы немножко недоделанная. То есть, нет молочности, что ли. В принципе, съедобно. То есть, это такая лазанья на троечку. Удовлетворительно, знаешь. Она бы удовлетворила. Каких-то противных ощущений от нее нет. Но восторга тоже никакого нет. И быть не может. Потому что это простенькое лазанья. С фаршиком такой. Как блинчики с мясом. Которые мы тоже, кстати, сказали. Давай уже хинкали посмотрим. Потому что, ну что это? С каждой секундой хинкали все больше и больше вытекает. Вот, ничего с этим не поделать. Хинкали стоит, кстати, по 55 рублей. Вот, 80 граммов. Здесь у нас 3 хинкали плюс фольга и пачка. Ну, допустим, ну, граммов 300 должно весить. 370 весит. Все хорошо. У них есть два вида хинкали. Хинкали с бараниной. Хинкали с говядиной и бараниной. И хинкали со свининой и говядиной. По-моему, вот такие сочетания. В принципе, сделано аккуратно. Единственное, что оно уже погибло, пока ехало. Давай еще вкусну. Опять-таки, вот сметанка бы какая-нибудь. Да, ну, что-то вот идея. Понимаешь, что за 55 рублей, да что я хочу? Да, 55 рублей это действительно одна из самых низких цен, наверное, за хинкали, которые вот в Москве я видел. Вот. Но, тем не менее, какой-то соус или возможность его дозаказать хинкали, это было бы здорово. Вот. Давай. Я неправильно ем хинкали, я знаю. Я не знаю, что тут так много масла внутри. Здесь прямо, смотри, вот прям масло вытекло, желтое. Тот же самый фаршик, только доработан. Тот же фарш, что в лазанье, мне кажется. Перчик, кинза чувствуется. Зиры что-то не особо чувствую. Но, в принципе, как бы очень масляный. Я вот не могу понять, почему столько масла внутри. Оно причем ощущается физически. То есть, не только визуально я вижу, что там масло, оно... Ну, ты когда жуешь, у тебя как бы обволакивает все маслом. Короче, странная история. То ли они, может быть, вместо курдюка, например, добавляют тупо масло. Я не знаю, как. Очень странно. В общем, наличие желтого масла внутри хинкали меня немножко настораживает. Вот. Оно не добавляет удовольствия. За то, что хинкали развалины, и за то, что мне они не очень понравились, я ставлю... Да, Кэрис, сколько я ставлю, вы поняли все. Ладно. Осетинские пироги все-таки это хедлайнеры, я так понимаю, этой доставки. Поэтому я заказал несколько осетинских пирогов, естественно, с сыром. О, смотри. Так интересно. Здесь вот на двух пергаментах, а здесь пергамент снизу, пергамент сверху. Да? Я заказал с мясом, я заказал с сыром, и заказал со шпинатом и сыром. Здесь тоже, смотри, очень хорошо пергаментом все отделено. Упаковано здорово. Фирменные упаковки. Молодцы. Шпинат, сыр, мясо. И просто сыр. Пироги, причем, у них можно выбрать 600 граммов и 1000 граммов. Я выбрал 600 граммов, и они, ну, видно, что маленькие. Маленькие, видимо, которые килограмм, они больше и по диаметру будут. Ну, более привычные для нас по размеру. Здесь они маленькие все-таки. 400 и 600 рублей, соответственно, стоит. Вот пирог со шпинатом и сыром. Мясной столько же, а вот шпинат просто с сыром стоит чуть дороже. 410 и 620 рублей. Давай, они все визуально одинаковые, на самом деле, эти пироги. Я думаю, что нам можно будет один взвесить, потому что, ну, прям они совсем стандартные. Ну, давайте каждый проверим, да. 643 грамма. Сырный, мясной, да прям один в один, серьезно. 685. Ну, да, 40 граммов я не умею отличать. И последний сыр-шпинат. 633. То есть, по всем пирогам очень все хорошо по граммам. Соблюдают, ребята, красавчики. Лайк от меня получите, распишитесь. Второй 580, вроде бы. Какой 580? Вот этот, второй? Да ты че? Просто мне отсюда хуже видно, мне показалось 600, нет? Сейчас. Ёп. А, 590, он, да, он мясной-то не довес, там, действительно. Мне отсюда чуть хуже видно, чем Диме, поэтому Дим молодец. В общем, в одном пироге не довес. Ой, ладно. Переживем 10 граммов, да? Они пишут, что используют настоящий осетинский сыр. Прямо на сайте написано, только настоящий осетинский сыр. И это славно, да? Потому что, если там будет сулугунь, это будет уже хачапури. А так это будет хачапури. А так это будет осетинский пирог. Ну, смотри, вот для осетинского пирога офигенно. Вот здесь вот тесто, видно, что оно мне понравится. Внутри начиночка есть, смотри, сырочек, смотри, как хорошо, да? Хороший белый такой рассольный сыр. Очень вкусный пирог. Вкусный сыр. Такой творожный. То есть, вот... Мне нравится хачапури, потому что мне нравится сулугуни. У него есть какой-то особый такой привкус ферментированный. Осетинский сыр, у него какая-то другая фишка. У него немножко другая структура. Она, ну, реально ближе к творогу. Если сулугуни это что-то типа моцареллы, только вкусный, то осетинский это между творогом и брынзой, короче. Вот что-то такое. Вкусный сыр, действительно, клевый сыр. Мне очень нравится. Не знаю, где они его берут, кто им делает, но сыр по факту действительно вкусный. Давай попробуем, что у нас с мясным. Мясной с недовесом. Да, будет ли он ощущаться во вкусе. Да что такое, что за пергамент, к которому все прилипает, блин. Я не понимаю. О, все прилипает, смотри. Прилипает и, соответственно, ломается. Да что ты будешь делать, я? Ну, короче, вот. Вот это печаль прям. Это печаль тоска. Я не знаю, как с этим жить. Мясо. Мясо. А, тут мясо, грибы. И тут, смотри, точные мясо и грибы. По-моему, у них чисто мясного даже и нет на сайте. Мелко нарубленные шампиньоны, что ли. Причем шампиньоны консервированные. Вот эти вот из банки, знаешь. То есть они не покупают сырые, а вот из банки используют их сюда. И мясо. Ну, начинки не так-то много. Ее реально объективно немного начинки. Тем не менее, она влажная. Она интересная. И вот тесто, кстати. Посмотри, мне очень нравится такое тесто. И мне кажется, в пицце они используют другое тесто. Лучше бы это использовали. Посмотри, оно, видишь, такое прям пупырчатое. Оно эластичное. Прикольно. Нет, вот прям в пирогах тесто действительно топчик-попчик. Я не могу понять, откуда кислый вкус. Такой причем не неприятный кислый. То есть это не из-за того, что мясо пропавшее. А какие-то другие причины. А, потому что он с мясом, грибами и сыром. Емано. Виталий вообще, короче. Даже вот здесь вот он развалился. Видно же, что там внутри еще белый сыр. Точно. Короче. Как я и сказал, нет неприятных ощущений. А когда я прочитал, что это сыр внутри, грибочки и мясо, такое сейчас зашибись. На самом деле вкусная, сочная начинка и вкусное тесто. Мне нравится, как они делают осетинские пироги. Я небольшой знаток, опять-таки. Сейчас, естественно, там добрая половина комментариев будет, что осетинские пироги можно есть только в Осетии. Приезжай к нам, мы тебе покажем. Но, ребят, я в это не верю, честно. Я абсолютно верю в то, что хорошие национальные блюда можно есть в разных городах. В том числе и в Москве. Я здесь могу есть вкусные хинкали, могу есть вкусную пиццу. Здесь много чего есть национального и вкусного. Вот. Поэтому и то, что здесь в Москве могут делать вкусные осетинские пироги, абсолютно допускаю. Шпинат. Моя любовь. Я обожаю шпинат. Не знаю, почему. Вот. Мне нравится шпинат. Щавель, брат шпината. Вообще, мне нравятся эти штуки. Здесь все хорошо. И по весу у нас было хорошо. Тут сырок и мелко рубленный шпинат. То есть, небольшими прям кусками наложенный. А вот он прям вмешан в сыр. Мелко нарублен. Это приятно. Кайф. Я в детстве любил мультик про моряка Папайя. Я так силен, потому что я ем мой шпинат. Может быть, поэтому у меня какие-то ассоциации такие, знаешь, уютные от шпината. Мне действительно нравится и вкус. И мне нравится произносить слово шпинат. Мне нравится в голове прокручивать фразу. Я ем сейчас что-то со шпинатом. Не знаю, любите шпинат или нет. Напишите в комментах, как к нему относитесь. Нормально или как я? 400 рублей. 400. Что-то 410. Что-то 400. В принципе, в принципе, да, за полукилограммовые пироги, где начинки довольно неплохо и где тесто классное, тесто вкусное, мне очень понравилось оно, пожалуй, я бы отдал. То есть вот за эти пироги я бы серьезно отдал. Это на голову выше осетинские пироги от этих ребят, чем все то, что мы пробовали до этого, в том числе и пиццы. Пироги прям зачет. Мне понравились. Ну что, у нас еще блины, причем по блинам я уже даже удаленно, как бы, когда распаковывал, заметил некоторую нестыковку. У них есть блины с мясом, блины со сгущенкой и блины еще с чем-то я взял. И блины со сгущенкой у них на сайте нарисованы абсолютно точно с вареной сгущенкой. А здесь обычное, обычное сгущенное молоко. И на сайте оно как будто бы вот прям вот завернуто, что ли, внутрь. Не знаю, 180 граммов. В общем, это расстраивает то, что я думал, что это будет действительно такой рулетик с вареной сгущенкой. А тут просто отдельно банка и отдельно блины за 100 рублей всего, кстати, не так-то дорого. 180 граммов вместе с коробкой 173, точнее с двумя коробками. По блинам недовес. Блины с ветчиной и сыром, вот это вторые, тоже должны 180 граммов. Тут соблюдено. И блины с мясом 180 граммов. 190, все окей. То есть у нас недовес только, ну и вообще нарекания только к блинам вот с этой, со сгущенкой. Давай посмотрим с ветчиной и сыром. Крайне неудобные вот эти вот плошечки, помимо того, что они не для температурных блюд, они еще и неудобные. То есть как отсюда выковыривать, хрен его знает. О, ветчина. Кстати, они, смотри, рубят, прям у них, ребята любят ножами работать. Мелко-мелко, что шпинат, что ветчина, смотри, да. И сыр. Уже, естественно, он застыл, потому что все это блюдо остыло. Блинчики вкусные, они такие нейтрально сладенько-соленые. Мне нравятся блины, вкусные сделаны. Начинка отстой. Слушай, вот этот сыр, он прям как-то горчит, как будто бы. Я не буду утверждать, но мне кажется, что все-таки, все-таки, я, скажем, выражу свои подозрения, что все-таки, наверное, что-то пропавшее внутри. То ли ветчина, то ли сыр, потому что вот эта горечь, она ненормальная. Ее не должно ощущаться. Ну вот, плюс очень-очень-очень соленая, очень соленая. То есть там сыр такой прям солоноватый. Мне кажется, все-таки с сыром беда в этих блинчиках. Ладно, что у них с мясом? Но, опять-таки, я не хочу никаким образом оговаривать компании, потому что вполне возможно, это мои какие-то догоны, и там используется какой-нибудь суперэлитный сыр, который должен горчить, например. Я не знаю. Но мне это неприятно было есть. Так, что с блинами? Так, в общем, тот же самый фарш, который мы видели в лазани, они... И тот же самый фарш, который мы видели в хинкалях, только там он немножко доработанный. Абсолютно то же самое. Они пишут с мясом, а с каким мясом, непонятно. Вот. В общем, вот. Вот блин с мясом. Сухая начинка. Очень сухая начинка. Но, тем не менее, сладенький блинчик меня радует. Вот второй раз, серьезно, блинчики вкусные. Даже если отдельно их, наверное, попробовать, я кайфану. Блины они делают прикольно. Мягкие, пышные такие. Вот. И по вкусу хорошо. Так, я сейчас отломлю кусочек. Начинка мясная. Тоже нет. Нет, блинчики хорошо делают. Молодцы, ребята. Ладно. В общем, что могу сказать? Нет никакого смысла. Вот с мясом 180 рублей стоит, абсолютно не стоит. Со сгущенкой, может быть, за 100 рублей можно взять там 3 блинчика. С ветчиной и сыром 150 рублей. Ну, тоже нет. Если вот оно так, и действительно у них такой вкус у продуктов горький, то я бы не стал брать с ветчиной и сыром. Абсолютно точно. Ладненько. Но у нас тут есть еще вот такая штука. Я к алкоголю отношусь, ну, нейтрально. То есть мне все равно. Я сам особо не пью, только по праздникам. Вот. Пиво особо не люблю, поэтому... Как бы злоупотребление алкоголем, знаете, да, к чему приводит? Это фирменный напиток. Осетинский напиток бегание. А, багание, багание. Полтора литра, полтора литра. Это полторашка? А, да, полторашка. Какой-то фирменный, видишь, фирменный осетинский рецепт. Ну, по внешнему виду это... Внешний вид это... Это квас или пиво. По запаху это скорее квас. Газированный напиток. Давай попробуем. Ого! Ничего себе, какой необычный вкус. Я думал, что-то такое стандартное будет, а тут... Солод пивоваренный, отруби ржаные, отруби пшеничные, вода, хмель, сахар. Как бы странно ни звучало, по вкусу это больше похоже на медовуху. Вот, реально, медовуха. Даже ощущение... Я почему полез в состав смотреть? Потому что у меня ощущение, что там как будто есть мед. Здесь много довольно сахара. Это сладкий напиток. В нем нет горечи. Знаешь, такое вот, когда брага, когда квас неправильно сделают, как было в ананасе, например. Там была такая гореча, она довольно неприятная. Здесь этой горечи нет. Привкус хмеля и кашки. Блин. Я такой серьезный... Вот, ребята из Осетии, наверное, вы в курсе такого напитка. Возможно, он у вас там продается много где. Я первый раз сейчас такое попробовал. Мне скорее... Ну, скорее приятен он. То есть, это такой приятный легкий напиток. Он сладкий, может быть, чуть менее сладкий. Если бы он был, было бы лучше. Вот. Но такой прикольный. Нет ощущения, что это прям бухло-бухло. Есть привкус хмеля, есть привкус как будто бы меда. И это чуть-чуть газировано вот так вот. Короче, лайк. Ну, ладно. Слушай, у нас еще есть подарок и есть не подарок. Есть купленные пирожные макаронс. И есть печеньки. Их фирменные. Типа печенье бискотти. Вот такие, знаешь, с орешком, с изюмом. Нет, там орешков нет, а вот изюм есть. Это мне в подарок дали. Так, а вот макаронс, смотри, 350 рублей стоят эти макаронс, 150 граммов. А здесь 130, не до вес. Потому что все-таки пару проблем с граммовками у них были. Так, 6 штук за 350 рублей, да. Чисто внешне, ну, макаронс и макаронс, может, они немножко чуть неопрятнее, чем, наверное, какая-нибудь там специальная кондитерская делает, потому что, видимо, это не их специализация. Но, тем не менее, макаронс и макаронс. Я небольшой знаток макаронс, честно. Но у меня вот стойкое ощущение, что здесь вот в самих вот этих пироженках, да, не хватает миндальной муки, потому что ты... Ощущение, что ты ешь безе. А макаронс это как бы, ну, по факту безе, просто там еще миндальная мука. И вот это все вместе очень клевая получается структура. Здесь структура ближе к безе, чем к вот структуре макаронс. Но, с другой стороны, они вроде бы подняты, то есть вот эта вот юбочка стандартная, да, макаронсовская, она как бы есть. По идее, так бы не случилось, если бы они нарушили пропорции. Возможно, это мои какие-то загоны. В целом, вкусненько, начинка нормальная. Вот эта вот прослойка, ганаш тут кисленько-лимонный такой. Подозреваю, что в других есть тоже свои особые какие-то вкусы. В общем, в принципе, взять можно, не обломайте себе, говорю. Но чуть-чуть вот оно, то ли, может, пересушили, потому что такое, чуть менее нежное, более хрустящее получилось. В общем, вот такая история. Ну, и пироженки подарочные, точнее, печеньки. Вот это мне нравится. Домашние печеньки, они всегда кайф. Элементарно, слушай, изюмка и вот, и тесто. И все это вот действительно такой пошел запах домашней выпечки из этой коробки, когда я открыл. Это приятно. Ой, прям вообще, блин, Диман, на. Прям домашний и домашний, реально. Похрусти. Вкусняшка. Такое послевкусие масляное такое, как у домашних печеньек. Кайф! Спасибо, жидница. Действительно, хороший подарок. Они предлагали, кстати, пиццу или печеньки. Я выбрал печеньки. Потому что я почему-то... Потому что я знал, блин, что пицца восторгов не вызывает, а печеньки огонь. Прям здорово. По-моему, они их не продают, видимо, только дарят. Но печеньки простые и вкусные. Всегда, когда просто, это вкусно. Вот пирог осетинский сделали, классно. Элементарное тесто, одна начинка, сыр и классное тесто. И все это вместе сочетается бомбически. Ну, два... Две составляющие. Шпинат, сыр и тесто. Идеально. Вот. В общем, что могу сказать? Я думал, будет гораздо хуже. В целом. В целом, думал, будет хуже. Здесь, конечно, есть нарекания. Определенно, там, и к блинам. И формат подачи. И, как бы, начинка. Вот мясной, я, кстати, не договорил. Он сухая. Очень сухая. Начинка мне не понравилась. Так, мне надо, там, лука больше или, там, масла сливочного в конце добавить. Посредственное лазанья, хинкали, в принципе, ни о чем. Хоть и дешевые. Пицца тоже посредственная, но, скорее, как бы, с намеком на то, что, да мы нормальные. Типа, вот так вот она сделана пицца. То есть, мы не жлобимся. Мы положили вам начинки, сколько хотите. Да, на домашнее тесто бабушкино. Но вы поедите и, в принципе, не обломаетесь. Я бы поел и не обломался. Вот. Опять-таки, может быть, в грибную чуть больше соли добавить или сыра другого замешать. К моцарелле, чтобы не было так пресно. Вот. Ну, осетинские пироги меня покорили. Честно скажу, они здесь действительно вкусные. Напиток вот этот мне понравился. Его стоит попробовать просто, чтобы ощутить необычный вкус. То есть, ожидаешь как бы пивного-квасного вкуса, а получаешь вкус медовухи, хотя тут нет меда. Вот такие вот примерно ощущения. Вот такая вот житница. В принципе, заказывать можно. В принципе, привозят ко времени, которое обговорили. И у них классные печеньки. Вот. Но нарекания тоже есть. Ладно, сейчас выставим оценку. Они какое-то место в рейтинге займут. Вот, очевидно, не последняя, очевидно, не первая. Но какое-то займут. Житница. На канале Покашеварим. Оценки житницы. 61 балл. Вообще. Вот. Не дать, не взять. Цена 4. В принципе, довольно адекватные цены. Поэтому 4. Вкус-качество 3. За пироги лайк. За пиццы. В принципе, такой тоже полулайк, несмотря на тесто. Ну и вот, и в общем-то все. Соответствие 3. Потому что были недовесы, это уже нехорошо. Сервис 2. Сайт никакой. Сдача косяк. Салфеток никаких. Спасибо большое, что вообще, в принципе, привезли. Скорость 4. В принципе, они во сколько обещали, во столько привезли. Вот. Возможно, они начинают работать просто с 10. Я заказ сделал раньше. Черт его знает. Температура 3. И лайк от меня, конечно же, 0. Потому что заказывать здесь я не буду. Если я захочу пиццу, я закажу в другом месте. Если я захочу осетинские пироги. Кстати, возможно, я бы у них и заказал. Потому что они очень даже не дурны. Вот. Но, тем не менее, все-таки вот общее ощущение у меня, что я, наверное, у них заказывать больше бы не стал. Вот если бы у меня стоял вопрос, где что. Что поесть не в житнице. Не в житнице. В житнице. Все. Спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И переходите на сайт pokoshewarim.ru. Там есть рейтинг со всеми доставками, которые были на канале. А их было уже ого-го какое количество. Ой, мама дорогая. А сколько денег на них потрачено. Прям сложно представить даже, честно говоря. Спасибо за потраченное время. Надеюсь, не очень вы его зря потратили. И обязательно написали в коменте, что вы в это время ели. Всего вам вкусного. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok